Совершенно секретно. Фридрих Вильгельм Эрнс Паулис. Родился 23 сентября 1890 года. Гугсгаген. Немецкий военачальник. С 1943 года генерал Филипп Маршал. Командующий 6-й армией, окруженной и капитулирующей под Сталинградом. Один из авторов Палана Барбаросса. В отдельных источниках встречается написание его фамилии с добавлением «предиктофон», что неверно, поскольку Паулис не являлся по своему происхождению аристократом и никогда не использовал такую приставку к своей фамилии. Биография. Детство и юность. Паулис родился в Гугсгагене в семье счетовода, служившего в тюрьме Касселя. В 1909 году окончил классическую гимназию имени Кайзера Вильгельма и после получения аттестата зрелости поступил на юридический факультет Баварского университета, где прослушал два семестра правовведения. Однако обучение не окончил и в феврале 1910 года поступил фанан-юнкером в 11-й пехотный полк. Паулис чрезвычайно гордился своей должностью и не упускал возможности продвинуться по карьерной лестнице. Это был очень прилежный офицер, спокойный к штабной работе. Без сослуживцев он познакомился со своей будущей супругой Еленой Констанцией Розетти Салеско, на которой женился 4 июля 1912 года. Елена была румынской аристократкой и именно она привила благородные манеры мужа. Их брак стал одним из решающих факторов в карьере Паулиса. Она помогла мужу выйти в свет, хотя не всегда положительно относилась к фюреру и его окружению. Первая мировая война В начале войны Пол Паулисон находился во Франции. Позже служил штабным офицером в частях горной пехоты во Франции, Сербии и Македонии. Войну окончил капитаном. В период между войнами. До 1933 года служил на разных военных постах. В 1934-1935 годы был командиром моторизованного полка. В сентябре 1935 года был назначен начальником штаба командования танковых соединений вермахта. В феврале 1938 года полковник Паулис назначен над штабом 16 моторизованного корпуса под командованием генерала-лейтенанта Гудериана. В мае 1939 года повышен по званию до генерал-майора и стал начальником штаба 10-й армии. Вторая мировая война В начале войны в действии 10-я армия действовала сначала в Польше. Позже в Бельгии и Нидерландах. После смены номерации 10-я армия стала 6-й. В августе 1940 года получил звание генерал-лейтенанта и с 1940 года по декабрь 1941 был заместителем начальником генерального штаба сухопутных сил. С 21 июля по 18 декабря 1940 года занимал разработкой плана по нападению СССР. С 1 января 1942 года получил звание генерал танковых войск и был назначен командующей 6-й армии, которая в это время действовала на Восточном фронте и отражала наступление советских войск в Курско-Обаянской операции. В августе 1942 года награжден Рыцевским крестом. Летом и осенью 1942 года 6-я армия находилась в группе армии Б, сражавшимся на южном участке фронта. В сентябре 1942 года участвовала в битве под Сталинградом, где была окружена советскими войсками. Паулюс, находясь в осажденном Сталинграде, пытаясь уверить Гитлера, что армии правильнее будет в сложившейся ситуации оставить Сталинград и предпринять попытку прорыва для воссоединения с основными силами вермахта. Однако Гитлер в самой категорической форме запретил Паулюс покидать осажденный Сталинград. Гитлер пообещал Паулюсу, что будет налажено снабжать блокированные армии по воздуху и, кроме того, в самое ближайшее время его армия будет деблокирована. В итоге вермахт не смог завоевать достаточно воздушное превосходство, и армия Паулюсу не получила снабжения. Гитлер и Геринг, командующие Люфтваффе, не смогли наладить полноценное снабжение окруженной армией амуницией, воеприпасом, топливом и продовольствием, посредством воздушного моста. Попытка до блокады была предпринята, но также провалилась. 15 января 1943 года Паулюс награжден дубовыми листьями к рыцарскому кресту. 30 января 1943 года Гитлер повысил Паулюса до фельдмаршала. В последней радиограмме, отправленной Гитлером Паулюсу, кроме всего прочего, говорилось, что 6-я армия должна обороняться до последнего солдата и последнего патрона. И еще ни один немецкий фельдмаршал не попал в плен, что фактически означало требование самоубийства самого Паулюса. Утром 31 января 1943 года Паулюс через офицеров штаба передал советским войскам просьбу о сдаче в плен. На немецких парламентеров случайно наткнулись военнослужащие советской 38-й мотострелковой бригады. Старшим, по должности всех которых был старший лейтенант Федор Ильченко, заместитель начальника штаба бригады. Однако немцы хотели вести переговоры с представителями армейского или фронтового командования. Для переговоров явился заместитель командира 38-й мотострелковой бригады по политической части подполковник Леонид Винокур с несколькими офицерами. В комнату в подвале центрального универмага, в котором находился штаб 6-й армии, вошли только Винокур и Ильченко. Переговоры Винокур вел с командованием 71-й пехотной дивизии вермахта генерал-майором Фрицем Роске. Паулюс не желал формально быть причастным к капитуляции. Предложил ведение переговоров на Роске и своего начальника штаба генерала Артура Шмидта. После дополнительных переговоров с прибывшим начальником штаба 64-й армии генерал-майором Лоскинын и двумя офицерами Паулюс к 12 часам 31 января 1943 года был доставлен в Бекетовку, где его встретил командующий 64-й армии генерал-лейтенант Шумилов. В тот же день Паулюс был допрошен. В мемуарах адъютанта Паулюса указывается, что при знакомстве Шумилов назвал пленного командующего фон Паулюсом, на что последний указал, что он не является дворянином. Вскоре Паулюс был представлен командующим фронтом генерал-полковнику Рокоссовскому, который предложил ему издать приказ о капитуляции остатков 6-й армии, чтобы прекратить бессмысленную смерть ее солдат и офицеров. Паулюс отказался пати на это, поскольку он теперь пленный, а его генералы подчиняются в соответствии с поступившей директивой непосредственно Гитлеру. 2 февраля 1943 года последние очаги сопротивления немецких войск в Сталинрале были подавлены. Выдуждены реагировать на светское официальное сообщение о взятии в плен около 91 тысячи солдат и офицеров. Нацистское правительство сообщило немецкому народу о том, что 6-я армия полностью погибла. В течение трех дней все немецкие радиостанции передавали похоронную музыку в тысячах домах Германии, воцарил траур, рестораны, театры, кинотеатры. Все увеселительные заведения были закрыты, и население Рейха переживало поражение под Сталинградом. 8 августа Паулюс совершил то, чего от него добивались полтора года. Подписал обращение к военнопленным немецким солдатам и офицерам и к немецкому народу, в котором говорилось буквально следующее. Считая своим долгом заявить, что Германия должна устранить Адольфа Гитлера и установить новое государственное руководство, которое закончит войну и создать условия, обеспечивающие нашему народу дальнейшее существование и восстановление мирных и дружественных отношений с нынешним противником. Через четыре дня он вступил в союз немецких офицеров, потом в национальный капитет «Свободная Германия». С этого момента он стал одним из самых активных пропагандистов в борьбе с нацизмом. Регулярно выступал по радио, ставил свои подписи на листовках, призывал солдат вермахта переходить на сторону русских. Отныне для Паулюс обратного пути не было. Скончался Паулюс 1 февраля 1957 года, как раз накануне 14-й годовщины гибели его армии под Сталинградом. Главной причиной смерти, по данным, являлся боковой амиотрофический склероз, при котором сохраняется ясность мышления, но наступает паралич мышц. А по другим причинам злокачественная опухоль. На скромной травной церемонии в Дрездене присутствовали несколько высоких партийных генералов ГДР. Через пять дней урна с прахом Паулюса была погреблена в могиле его жены в Баден-Бадене.